здравствуйте это канал максимадзе и сегодня у нас снова моды на игру когда соседа которые присылают подписчики или просто гости канала собственно говоря я приветствую вас в нашей новой студии я надеюсь что вам очень понравилось новое оформление канала новый логотип канала я долго думал думал ну и наконец-то принял такое решение в жизни должно что-то меняться поэтому я решил изменить оформление на канале надеюсь что она вам понравилось если 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 вы скажете что убогое то пожалуйста извиняйте ладно ладно ребята ну конечно нет конечно нет ну разве может понравиться такое оформление верните все назад вот вот все пожалуйста старый логотип старый задний фон у нас по-прежнему старое оформление канала пока что менять я ничего на самом деле не собираюсь ну а логотип канала не изменится никогда логотип канала всегда будет таким ну а насчет оформления пока что ничего менять не планирую ладно короче первый мод ну и с первого апреля собственно да когда соседа 2 мод у нас сегодня который я оказывается забыл еще с ноября мне его прислали еще в ноябре а я про него забыл очень сильно извиняюсь за это сегодня мы исправим эту ошибку так ну во первых отсылочка на меня да если бы это было бы не шутка чувак бы на который то сделал бы но обалдел ну блин я чё зря этот логотип сюда вставлял что ли короче давайте посмотрим что у нас тут авторы а пакостник бога да будем а собственно стал богом собственно говоря тут все уровни сразу открыты потому что надо чтобы мы просто посмотрели тут что-то концовка там тоже изменилась поэтому надо обязательно посмотреть последний уровень но давайте все-таки начнем с первого повторим-ка кто же знал что юморной сериал когда соседа популярен даже на небесах а все-таки боговое что-то ой боговое ну короче что-то связано они важно списать ладно короче сосед совершил много грехов и короче бла-бла-бла-бла давайте посмотрим итак наш вуде будущий богом превратился в соседа и мы что-то такое уже кстати видели только в первой части по моему ну чтож это довольно интересно в принципе мне уже пока нравится вот правда знаете чего раздражает вон там она и дрюсами есть ссылка ну и а наш врагом является сосед в трусах в они замы как шред говорил шорты максов 100 плюс сто пятьсот блин короче им почти под каждым видео я вижу комментарии когда когда соседа когда когда соседа когда когда соседа уже надоедает если честно такое ребята когда за модуна когда соседа выходит каждое начало месяца и каждую середину месяца вот так вот не но принципе мне мод нравится и играть за соседа это интересно ну и тем более сосед различается мы играем за соседа в майке и в зеленых шортах против соседа в трусах правда вот это вот за картинка зачем не знаю вот кстати часто я вижу такую проблему распространенную когда соседа 2 это то что нету этого что это что за фигня тоже не знаю что-то с богами тоже связано страшными какими-то короче говоря нету этого звука смеха зрителей анимации соответствующие вполне кстати да звука смеха зрители нету пакости и вот один подписчик рустелли левая переписываемся с которым часто вот он говорил мне помоги как где найти версию в которой есть этот смех ну кое-как смогли конечно но к сожалению такая проблема распространенная я не знаю вообще в чем дело от чего она может появиться и вообще как чудо как не знаю да вот должна сработать пакости должен быть этот смех зрителей но почему-то его нету я не знаю почему нету удобно за бегающего играть все таки он бегать быстрее чем будет просто ходит а он тоже бегать я забыл так что не сильно это и легче будет но тем не менее довольно интересный челлендж я думаю это будет вот что нам надо будет проверить что нам надо будет проверить что будет если попасть на глаза это мы сделаем наверное на в другом эпизоде в другой на другом уровне где обучение не проходит да очень непривычно играть без смеха зрителей отличное празднование победы сосед у нас всегда любил выпить и будет ладно короче погнали уже собственно говоря давайте посмотрим это из консольной версии а это еще что такое ум соседа а теперь он кстати не бегает он просто идет но если я правой кнопкой нажму ничего не изменится потому что во второй части нету есть идея только вот куда что используется я тут не знаю что на почему сюда пошел она ну и ладно нам все равно надо было проверить это кстати тут написано зырим так да в смысле ладно пока он моргает какой то какой то тут усложнение сделали я хочу сказать ум соседа на мини холодильнике может быть да блин ну я я не могу это успеть сделать ну никак ну я понимаю что при третьей потере жизни то же самое будет так а потом он звуки чуть потише сделать наверх 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 а это не берется он такой он и он ходит помощью медленнее чем обычным или нет 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 не медленнее но все равно мы при такой скорости не не пройдем уровень давайте другой давайте другой уровень сосед практикует тор жаль что его никто вокруг не слышит так а почему и это че такое блин а туда нельзя что ли да туда нельзя на этой лестнице я не знаю почему из-за вода да и фигни что ли о чем бегать только в обучающем уровне что ли может а почему смех только здесь и вообще что произошло я тоже не понял так ну чулки понятно сюда так ну тут видимо также придется потратить жизнь ну тут придется потратить жизнь да блин это долгая анимация че то а блин это долгая анимация че то это долгая поднимается она по моему но картинка прикольная на самом деле а тут он все таки будет спускаться здесь а не успел ну зашибись вот так вот закончим короче заранее так давайте посмотрим прочный ли орешек у соседа да хорошо что все уровни открыты хорошо что мне это проходить не надо я бы это не прошел это слишком сложный какой-то мод блин какой-то не какой-то слишком дерганая вот это вот дело такое чувство что а что будет если я сделаю вот так а ничего особенного да блин дай его уйти то ладно понятно соседский кайф давайте посмотрим что у нас по кайфу да ничего особенного все то же самое но как он будет доставать яйцо а нормально даже держать особо не пришлось до какого хрена я не понимаю зачем такие усложнения сделали даже пука нелька и пука не то что блин Ладно, давайте посмотрим Кореш, студио Отсылка на него И еще одна Отсылка на меня, прекрасно Оу, мать Че это он на 8 марта там трогает Ага, спрятаться-то негде Или можно здесь спрятаться Ха, гениально вообще Не, не, вот это гениально Вот это прикольно Вот это прикол Конечно Еще с ванной бы сделал А теперь будет интересно посмотреть Что будет, если папаша сама машет Блин, мы все время будем эти звуки Что-ли слышать Это жесть какая-то Серьезно Не, не, вот за это лайк Вот это смешно А теперь посмотрим Что же будет, если попасться С соседом мамашины глаза А, ну ладно Вот это, вот это гениально Вот это, вот это хорошо Это хорошо Это хорошо сделали Нормально Давайте смотрим дальше серии Правда и маменькин Сынок Индия тут во время кайфа Ольге пофиг на соседа Но действительно Да-да-да И конечно Ему Самому не пофигу Так, очередная идея соседа Это поможет вынурить краба Ну давайте посмотрим Как оно это поможет А-а-а Ну да Очередная шутка соседа Ну в принципе Есть какая-то логика Он туда Блюет И соответственно О, это тоже неплохо И соответственно Краб Сваливает оттуда Побыстрее Не желая Терпеть Соседская Соседскую Массу Эту всю Жидкую Да, вот так можно Делать Это знают все Наверное Ладно Давайте смотреть Что дальше Они еще Напридумывали Тадж-Махал Который Нифига не Тадж-Махал И выгоряем Невеса А у него Разные Приветствия О, а тут Он снова Бегает Так Туда У нас Мышки Так Есть Ну ладно Давайте Испробуем А как Можно Стать Свинкой Гениально Гениально Да Интересно Интересно Тадж-Махал А А Блин Вот Это Вот Забыл И Применить Тоже Не успел Да Блин Ну Камера Выключайся А А Еще Это Забыл Взять А Я Так И Знал Тут Он Будет Просто Ходить Что-то Я Кстати Не Вижу Милок Здесь Видимо Это Пакости Сделать Не Получится Ибо Ни Второй Мыши Нет Ни Милков Ну И Давайте Станем Свинкой Сруще Свинкой Блин А Ну И Да На Одну Пакость Видимо Меньше Так Ладно Посмотрим Что дальше Слишком Слишком Уж Большие Амбиции То есть Слишком Уж Больши Не Просто Большие А Слишком Получается Давайте Смотреть Набор Для Поджигателя Здесь Он Снова Бегает Но Проходить Наверное Не буду Уже Ой Куда Я Иду О Можно Спрятаться Там Ну Давайте Проверим Как Это У У нас Блин Надо Это Вставить На Превью Это Прикол Вообще Просто А тут Угли Изначально Раскаленные Что Ну Ну что Ребята Вы Стали Свидетелями Исторического Момента Впервые По-моему За существование Этой Рубрики Пакость Была Пакость Сработала Пакость Короче Короче говоря Свершилась Свершилась Пакость Которую Мы И Не Делали То есть Сработала Пакость Но Мы Ничего Не Делали Мы Не Делали Пакость А Она Уже Была Сама Заготовлена Блин Я не знаю Как Правильнее Сформулировать Это Но Короче Говоря А Нет У нас По-моему Было В четвертом Выпуске Про Говномоды Где Вместо Соседа Был Вуди Там Тоже Был Момент Где Пакость Сработала Сама По себе Я Помню Помню Да Было Там Так Момент Просто Момент И Вот Эта Фигня Упала Сразу Не знаю Куда Это Надо Использовать Так Ну Урна Убрана Была Куда Прятаться Пока Мне Не Ясно Чаша Для Подношения Что Это Сейчас Было Он Как Я С Неловкостью Делал Вот Это Взял Взял Битву Прекрасный Красавчик Зачем Нам Только Голова Соседа В инвентаре Вот Это Мне Вага Не Ясно Ну Ну Ладно С этим Хожек Понятно Давайте Следующий Уровень Смотреть Соседа За Борт И Назад Не Пускать Ну Да Сколько Сколько Еще Свершений Предстоит Ну Да Посмотрим Что У нас Тут Так Фиговенькая Анимация Ну И Ладно Здесь Тоже Исчезло Место Для Того Чтоб Спрятаться Сосед Лишился Возможность Бегать К сожалению Так Это Мой Логотип Но Чёрно-белый Как На Канале Максимадз Удалённые Видео И Вновь Сработала Ещё Одна Пакость От Которой Которую Мы Не Делали Сработала Пакость Которую Мы Не Делали Вот Правильно Формулировка Слана Камера Вива Мексика Жопа Жопа Всех Мексика Зачем Я это Сказал Я не знаю Но В общем И Где Наш Сосед А Вот Точнее Персонаж Сосед За которого Мы Играем Так А Зачем Маша Сюда Спускается Интересно И Здесь Тоже Место Для Прятания Исчезло Да Блин Сюда И Ладно Окей Тоже Понятно Давайте Смотреть Что Тут Ешь И Будь Съеден А тут Можно Уже Спрятаться Спрятаться И Притвориться Умершим Умершим Может быть Гениальная идея Гениальная Только Всем Абсолютно Пофигу Не Это Это Гениальная Это Гениальная Идея Да Тоже Респект Ну Это Прикольно Да Вот Эти Идея Спрятания Реально Интересно Ну И Давайте Посмотреть Что У нас Тут На Последнем Уровне Уже Долго Этот Мод Кстати Рассматриваем Наверное Еще Потом Один Мод Посмотрим И Мод Много стекла О, тоже гениально, тоже респект Неплохо, неплохо выглядит, да, мне понравилось Давай, давай, влезай быстрее, иди Неплохо, неплохо спрятание в виду сделали Но вот эту вот анимацию я немного не понимаю И что-то делается, это действие медленно и дёргано Но тем не менее делается Так, а почему он пошёл туда? А он стоит в сторонке и на происходящем всё это смотрит Взять рыбу Но мы не успеем её подложить в горшок Никаким способом Так что придётся нам какое-то время подождать Ладно, давайте сделаем так Другого способа, к сожалению, нет Блин, опять походу Это, видимо, срабатывает скрипт Как будто мы ковырялись в мини-игре И неудачу потерпели Зачем он срабатывает, я не знаю Блин, опять походу Блин, опять походу А он поржал, да? Он просто поржал И получился, но всё-таки получил ведь А зачем поржал? Это вопрос для меня открытый А, вот почему Проверка от соседа Типа Спустись, проверь Может быть А, вот почему Так, снотворное Вот так Я слышал, что днём спать полезно Это продлевает жизнь Как насчёт снажера за штурмом? Может и неплохо О, успел А мы сидим и расслабляемся Победя И смотрим концовку Изменена ли она здесь или нет? Да, вот кстати Вот эти три лодки Которого он плыл Вот Многие обзорщики И летсплееры Думали А что случилось С Ольгой Симой С капитаном Видимо Они не замечали Вот этих самых лодок А, ну Просто Никого нет Всё Они видимо Не обращали Внимания На то, что Вот эти лодки В них явно А были Они Так что Вот так вот Ну Концовка Отличается Только тем Что Просто Нет Уводим И всё Ладно Давайте Оставим Плюсик К этому моду На галочку Конечно Не тянет Но Всё-таки Задумка Интересная Её бы Чуть-чуть Ещё Доработать Всё-таки Некоторые Уровни Тут реально Слишком Может Как-то Сложно Проходятся Ну Ладно Давайте Ещё Какой-нибудь Один Модик Посмотрим По-быстрому Да Ты когда мне деньги вернёшь Петушара Не поняла Это Лидия Ивановна Ты забыл что ли Какая Лидия Ивановна Это какая Петушара Женщина Ты ей херила Какая Петушара Какое Это Золотим Сюда Звоните Так что Давай Бабки По-хорошему Ты чё Охренела Какие бабки Я тебя Поговорю Посмотри Куда ты Звонишь Бабки Сейчас Детки Будут Короче Ребята Давайте Таким же Способом Лёху Разыграем Так Заказать Пранк Какую бы Категорию Выбрать Давайте Наездим Ух Какой выбор Тут большой Это даже Не Не Одна Страница Так Бабка Требует Сахар Ну-ка Посмотрим Что это У нас Так У нас Пойдет Отправить Так Номер Телефона Отправить Сейчас О Пришло Поговорил Давайте Результат Послушаем Алё 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 Слышишь меня Я По Объявлению Звоню Мне Десять Кило Сахара Надо Супить Соседка Сказала У тебя Брава За Сколько Продают Дне Твою Секуньи Галина Ильиничина Мне Твой номер Дала Галина Давай Давай Сахар Скотина Иначе Жалобу На тебя Будут Писать Бабка Какой Сахар Какая Безик Нету Безик Ладно Повелся Но Отреагировал Довольно Таки Адекватно А ведь Было Очень Много Которые Прямо Реагировали Жестко Короче Ребята В чем Суть Я Нашел На Ютубе Канал Под Названием Баремба На нем Вы можете Найти Очень Много Крутых Пранков И очень Даже Таких Необычных Которые Я даже Не знаю Как Они Вообще Реализовывают Но Что Наиболее Интересно У него В телеграме Есть Пранк Бот С помощью Которого Вы можете Пранковать Своих Друзей Что Мы Собственно Говоря Сейчас И делали Все Очень Просто Заходите В Пранк Бот Выбирайте Пранк Там Очень Много Разных Вариантов Прослушиваете Его Если Понравилось Выбирайте Его Нажимаете Отправить Вводите Номер Телефона Своего Друга Ну И Отправляете Вскоре Вы получаете Аудиозапись С розыгрышем Вашего Друга Ну То есть Запись Этого Телефонного Разговора Получившегося Один Такой Звонок Стоит 25 Рублей Но Если Вдруг Так Получилось Что Ваш Друг Принял Этот Подстраивайтесь В таком Случае Деньги Вам Вернут Обратно Если Получившееся Аудиозапись Вам Очень Понравилось И Вы Хотите Ее Обнародовать Нажмите Поделиться Все Самые Лучшие Аудиозаписи Попадают В Специальную Телеграм Группу Барямба Там Можно Найти Очень Много Таких Аудиозаписей Я Вчера Слушал Их Целый День И Очень Долго Ржал Переходите По ссылке И пранкуйте Своих Друзей И Кстати С Первым Апреля Neighbors From Hell End of Time Этот мод Называется И Честно Говоря Какой-то Тут Странный Логотип И Уже Какая-то Музычка Напрягающая Здесь Ну Давайте Посмотрим Что Тут У Нас Это Аниме Типа Что Леша Таша Что Это Такое Какая-то Странная Музычка Здесь Я хочу Сказать Дальше Больше Ну Давайте Сразу Первый Сезон Короче Посмотреть Ага Тут Черно-белым Все Стало Задумка Интересная Конечно У нас Спрайта Надо Дверей Например Тоже Черно-белыми Тогда Сделать Ладно Сосед Будешь Они Их Очень Сложно Черно-белыми Сделать Хотя В принципе Возможно Музычка Правда Музычка Правда Не нравится Она Слишком Какая-то Мрачная Очень Надеюсь Что Отпуск Справки У меня нет Вот Кстати Я перебирался С модой Среди них Есть один мод В котором Есть музыка На которой Есть Афтерское Право И я Еще раз Говорю Пожалуйста Не кидайте Таких Модов Вы же Не хотите Чтобы Мне Видео Забанили За авторские Права Там Все Такое Афтерское Афтерское Я Я Это Яйцо Не Применил Что Или Что А Нет Яйца Тут И Нет Или Подождите Клей В аптечке Находится А Не Это А Точно Я Забыл Применить Да Виноват Виноват Но Блин Такую Музычку Как-то Играть Не Весело Совсем Монохромная Черно Белая Это Интересно Это Конечно Интересная Задумка Но Какая Там Музычка Вообще Прям Не Нравится Абсолютно Не Тянет Под Атмосферу Она Более Подходила Больше Если Ночь Была Еще Хотя Кстати Музычка Вполне Подходит Под Какой Ни Фильм Черно Белый Старый Но Не Под Каз Точно У Теле Экрана Давайте Посмотрим Что У нас Тут Тут Здесь А Вот Здесь Уже Ночек Мы Видим Так Монохромный Черно-белый Собственно Давайте Собирать Вещи Блин Уберите Эту музыку Она не бесит Меня Честно Так-то Лучше Намного Так Вот Это Применяем Яйцо И Слабительное Теперь Применяем Теперь Телек Мы Снова Не Слышим Смеха Зрители Да Смеха Зрители Нету Почему Да Его Видимо Убрать Из этого Чтобы Наверное Изменить Атмосферу Давай Давай Быстрее Я хочу Потом Еще Один Уровень Побыстрее Пройти Посмотреть Что Во втором Сезоне И Все Как-то Проходить Это Я Точно Не Собираюсь Ладно Давай 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 Быстрее Следуем Конечно же Шкаф На время Станет Цветным Цветным Сезон вообще труда никакого не составит в памятный эти просто вбиваешь черно-черно-белые все что этот мод в принципе тоже сделан был я считаю на легке но задумка все равно сама по себе интересные одобряю в принципе давай быстрее я хочу побыстрее пройти уровень чтобы открыть второй сезон и посмотреть что там но у меня есть небольшие подозрения все сезоны в черном в черно-белом сделали ну потому что это легко сделать абсолютно ой не то а а а а а а а а давай давай иди к пирогу быстрее а без музыки тоже как-то скучно играть играть но все же музыку стоило отлично потому что такую музыку вообще играть невозможно а а 2 а а а а а а а Музыки нету, тишина вокруг. Пирог наполовину черно-белый тоже. Ну и давайте остальные уровни тоже по традиции. Так, посмотрим. Хотя, чего на них смотреть? Просто черно-белые они и все видимо. Так, есть, да. Так, есть тоже. Ну кроме окна. Окно тут видимо скриптовое еще. На этом уровне было всегда. Ну и здесь то же самое. Даже окно и это поправлять не стали. Искусство требует жертв. Давайте посмотрим второй сезон изменили ли или нет. Да, конечно, черно-белым сделали. Но тут видимо все уровни черно-белыми сделали. И этот конечно же тоже. Я даже не вижу смысла. Ну ладно, давайте все равно посмотрим. Смотреть этот уровень. Ну да, я так и думал. Ну и бикник на балконе. Че на него тоже смотреть-то? Короче, поставлю этому моду я плюс-минус. Сделан мод, очевидно, что на легке, на раз-два, очень быстро. Но задумка интересная. Но все-таки над ней бы еще поработать. Вот если бы кто-нибудь бы сделал мод на када-седа полностью в черно-белом, чтобы там все прям было черно-белое. Все спрайты, вообще все. Такой мод, такому моду я бы даже галочку поставил бы. Это вообще было бы классно, прикольно. Ну а так, ладно, давайте на этом закончим. Выпуск получился довольно долгий. Мод вот этот на второй части мы смотрели очень долго. Так что всем спасибо за просмотр. Ссылка слегка за подписываться. С меня необычные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал. Спадебру вконтакте. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok